Елена Звёздная. Дочь воина или кадеты не сдаются. История первая. Похмельная. Этот день с самого утра как-то не задался. Для начала мы с подругой Микой благополучно не сдали зачёт, а после с горя напилились в Зюзю. Причём это была нехорошая Зюзя. Та самая Зюзя, про которую на второй день вспоминать очень и очень стыдно. И вот мы, две абсолютно пьяные и хихикающие первокурсницы, ввалились в квартиру старшего брата Микаэллы, потому как в общагу в таком состоянии глупо было вваливаться. К тому же Мика клятвенно заверила. «Эда нет в городе, они на полевой практике вернутся в конце недели». И я поверила. А потому мы хихикой начали раздеваться ещё в прихожей, после чего я, пошатываясь, пошла в ванную, а Мика вроде как отправилась искать для меня полотенце в резиденции своего старшенького. И всё бы ничего, и я даже сумела включить душ разоспятого, и даже начала мыться, как вдруг где-то совсем рядом прозвучало. «Бракованный навигатор!» Последний раз, когда я видел эту грудь, она была значительно меньше. Медленно сползая вниз по стеклянной стеночке, я попыталась сфокусировать взгляд на родном и единственном братья Микаэллы. Взгляд фокусировался с трудом, и причина оказалась не столько в Зюзе, сколько в том, что Эдвард Дрейк был великолепен. Он вообще во всём был великолепен, но в одних спортивных брюках и с голым торсом представлял собой совсем уж потрясающую картину. Высокий, широкоплечий, с узкой талией и пусть невнушительной, но весьма выразительной мускулатурой. А ещё у Эда загорелая, почти бронзовая кожа, белоснежная улыбка, выгоревшие и оттого светлые волосы и невероятные голубые глаза. Стоит ли говорить, я с одиннадцати лет в него почти влюблена. С тех самых пор, как впервые увидела на дне рождения Мики. А в двенадцать, краснеющая, смущенная и дрожащая от осознания своей смелости, я призналась ему в любви, ввалившись ночью в его спальню. К слову, он был там не один, но вывел меня в коридор, присел на корточке, очень внимательно выслушал и заверил. «Малыш, давай сделаем так. Я всё слышал и всё понял, и мы обязательно вернёмся к этому разговору, но лет так через шесть. Идёт?» «Кстати, мне только на прошлой неделе восемнадцать исполнилось». В двери постучали. Эд, не отрывая взгляда от меня, протянул руку и придержал дверь, не позволяя посетителю войти. «Сюда нельзя», — чуть повысив голос, произнёс он. Потом бесстыжие усмехнулся и пояснил. «Тут моя девочка душ принимает». За дверью послышалась недовольная. «Кто? Мика что, ни одна сюда пьяная ввалилась?» «Неа-а-а». Эдвард всё так же продолжал меня разглядывать. «С подругой». «Да-а-а!» Мужской голос за дверью приобрёл нотки заинтересованности. «И что, вторая тоже совершенно пьяная?» «Ага». Улыбка Микиного брата стала откровенно фривольной. — Судя по многословности твоих ответов, она еще и совершенно голая. На это Эд не ответил, но, многозначительно хмыкнув, запер дверь в ванную. Стремительно трезвеющее я в ужасе смотрела на героя своих детских фантазий, который, судя по потемневшему взгляду, собирался реализовывать уже весьма взрослые фантазии. Медленно, неторопливо как-то Эдвард подошел ко мне и протянул руку. — Сама встать сможешь? — сдерживая улыбку, спросил он. — Как завороженная, продолжаю испуганно смотреть на Эда, пытаясь прикрыться руками. — Кир. — он широко улыбнулся. — Киран, все, что я хотел, я уже увидел, серьезно. Я же тут минут десять стоял, прежде чем смог хоть слово вымолвить. Несмотря на поры алкоголя, начинаю стремительно краснеть. — Малыш! — он осторожно взял меня за руку, потянул вверх, заставляя встать. И едва я выпрямилась, придержал за талию, так как мои ноги, кажется, решили взять тайм-аут. — Все-все, держу. Теперь давай-ка мы тебя умоем, а то реснички на щечках давно, а помада на подбородке. Кстати, головку мыть будем? От стыда я вовсе зажмурилась, не в силах сказать хоть что-то. Ладно. Его ласковые губы легко и осторожно коснулись моих. Будем мыть тебя всю. И вода тут же стала теплее. Все остальное показалось странным, нереальным сном, в котором меня аккуратно и заботливо мыли, едва касаясь интимных мест, зато осыпая поцелуями плечи, спину, волосы. И в какой-то момент я просто отключилась, то ли под воздействием алкоголя, то ли от того, что шампунь с волос уже смыли, и меня уговаривали открыть глазки. — Кир, я умираю, — простонал хриплый Микин голос. Учитывая, что ее стон вырвал меня из дивного сна, в котором я предавалась гигиеническим процедурам в компании ее же старшего брата, единственным ответом на реплику Мики была брошенная в нее подушка. — Промазала! — меланхолично ответила подруга, давно привыкшая к моим утренним упражнениям в артиллерийском искусстве. Неудача была огорчительна, но не до такой степени, чтобы просыпаться. Решительно повернувшись на другой бок, я закрыла глаза, надеясь, что сон с эротическим уклоном сжалится и вернется. Но сон не вернулся. Даже когда, постановая и проклиная вчерашний двенадцатый коктейль, явно бывший лишним, встала Мика и вышла из комнаты. Более того, как раз когда она вышла, мне вдруг стало очень нехорошо, потому что дверь в нашей комнате противно так скрипит, а сейчас скрипа не было. И это могло означать только одно — мы не в общаге. Дальше хуже. Тихий звук шагов. Рядом с моей постелью кто-то присел, после чего майку с моего плеча чуть потянули вниз, стягивая ткань, и губы, которые так бессовестно мне снились всю ночь, стали осторожно поцеловывать. А после раздался голос Эда. «Малыш, ты как? Голова не болит? Кофе будешь?» События вчерашнего вечера начали обретать ясность, неся невероятное осознание. Кажется, эротический сон был совсем не сном. Это подтвердил и веселый смех, а затем ласковая... «Киран, ты не спишь. Когда спят, не краснеют от смущения. Вставай, я один в квартире, так что можешь в футболке ходить. Кстати, голова не болит?» «Нет», — простонала я, этой самой головой уткнувшись в простынь. «Вот и хорошо». Меня погладили по спине. «Поднимайся, поздно уже». И он ушел. «Ой, мама!» Простонала я, чувствуя, как начинаю сгорать от стыда. С ужасом вспоминая, что там, в ванной, на полу остались лежать мои чулки, трусики и бюстгальтер заодно. «Какой кошмар!» «Кир, ты встаешь?» Раздался вопль Мики откуда-то из глубины этой далеко не маленькой квартиры. «Нет!» — буркнула я, оставаясь лежать. «Заниматься самоедством мне времени не предоставили». Заявилась Микаэлла, стащила с меня одеяло, а после начала жаловаться. «Кир, ну, Кир, ну вставай, а то он меня убьет же!» «Кто он?» — упрямо продолжаю закрывать лицо руками. «Эдвард!» С горестным стоном Мика присела на кровать. «Они тут вчера были, Эд, Вика, еще какие-то с их выпускного курса, я их не знаю. А тут мы ввалились. Ты хоть в ванную пошла, а я так раздеваюсь и потопала на кухню. А они там все!» Мучительно напрягая память, попыталась вспомнить, до какой степени успела раздеться Мика. Вспомнила, что юбка с нее сползла еще в прихожей. Вскинув голову, посмотрела на расстроенную подругу. Микаэлла ответила мне полным раскаянием взглядом, после чего шепотом поведала. «Они сначала опешили, а потом Эд подскочил, в секунду стянул с себя майку, а в следующую секунду надел на меня». Мне было жаль Мику. Очень жаль. Но даже сочувствие не помешало тихо захихикать, представив себе эту картину. То-то он в ванную в одних брюках ввалился. «Ей смешно!» — возмутилась подруга, но тоже начала смеяться. Потом поделилась подробностями. «Хорошо, что я лиф успела только расстегнуть, но еще не сняла. Но чулки и подвязки, и наши черные с кружевом трусики...» «Бедные мужики!» — простонала я, продолжая прилагать титанические усилия, чтобы смеяться не очень громко. «Сколько их было!» «Человек десять!» Мика вдруг улыбнулась. «А знаешь, Эд почему-то не очень злой. Я думала, будет хуже». Вот об Эдварде я как раз старалась не думать. Так стыдно мне еще никогда не было. «Пошли завтракать!» Мика поднялась, потащила меня за руку. «Пошли! Я одна туда идти боюсь». «Мне и с тобой туда идти страшно!» — призналась я. «Может, мы по-тихому оденемся и назад в общагу, а?» «Хорошая идея, но кто ж меня без чтения нотации отпустит?» Микаэла горестно взглянула на двери. «Кир, идем!» Упрямо и отрицательно машу головой. «Чего-чего, а видеть Эдварда нет никакого желания». «Ну, пожалуйста!» — взмолилась подруга, и ее голубые глазки стали такие умоляющие. «На меня это всегда действует, чем Мика беззастенчиво пользуется. Пришлось вставать и топать вслед за ней, больше всего мечтая провалиться хоть куда-то. Белья на мне никакого не имелось, зато майка доходила почти до колен, но это не мешало рефлекторно пытаться натянуть ее еще ниже. Квартира у Эдварда Дрейга была огромная — четыре спальни, две ванные, причем вторая располагала джакузи величиной с маленький бассейн, большая гостиная и кухня, совмещенная со столовой. Я здесь оказалась второй раз в жизни. В первой — это когда мы с Микой в четырнадцать приезжали в столицу на концерт супермодной группы, и Эд был нашей нянькой на сутки. Кстати, тогда, насколько я помню, тут и обреталась. «Доброе утро, девочки!» — радостно поприветствовала нас та самая домработница. «Ох, как же вы выросли!» И пока мы смущенно отвечали про учебу и планы на будущее, из кухни послышалось. «Мика, Кира, живо завтракать!» Пришлось плестись на кухню с видом обреченных на казнь. Не поднимая головы и глядя на пол с энтузиазмом почитателя собственных пальцев, я прошла к столу, также и села, продолжая изучать мраморный рисунок перед собственным носом. «Мика, старательно разделявшая мой интерес к любованию полом, тоже молча села рядом». Вопрос номер один. Перед каждой из нас осторожно поставили по чашке с кофе. «Где вы пили?» Переглядываемся с Микой, но упорно молчим. «У вас два варианта. Либо говорите сами, либо я проверяю, в каком заведении с ваших карточек вчера списали деньги». Мы с Микусей снова переглянулись. Вот чего-чего отдавать Эду доступ к нашим карточкам мы не собирались. Как бы деньги на них левые, впрочем, как и карточки. «Бар у причала», — обреченно сдалась Микаэлла. «Название я и сама не помню, правда, Эд?» «Морские сирены», — вспомнила я. «Просто там мы как раз только пивом баловались, а вот пили в другом заведении, куда нас, несовершеннолетних, пустили благодаря поддельным картам авторизации, купленным за две стипендии у местного гения взлома без данных. Да, пай девочками мы с Никой никогда не были».